Это зал испанского искусства, искусства которого я почему-то не могу понять, я не знаю почему, но, наверное, должно пройти время. Испанцы всегда с каким-то надрывом, в какой-то темноте, откуда-то из темноты, начиная с реврек и заканчивая тем же Зурбараном, который здесь представлен. Одно из самых известных главных, это святой Франциско-Сиски, итальянский святой, который родился в городе Асиза, после смерти его церковь Джорджа расписывал. Вот Мурилья дальше, вот Мурилья. Сейчас, сейчас, да. Бушолами. Для Кус, да. Очень интересная у них иконография. Ну, кто у нас? Изабелла, Клара, Евгения. В общем, вот, да, есть испанские коллег, как бы. Вот костюм испанский, надо сказать, что был одним из самых сложнейших по силуэту костюмов вообще в истории мода. Это вообще отдельная тема. Вот Мурилья. Ну, вот, по мне, так, испанское искусство, все такое, в какой-то темной дымке, с каким-то надрывом психологическим. Искусство, в общем, до которого нужно дойти. Но вот дальше там будет Мурилья другой, Мурилья, который известен по своему мальчику. По мальчику? Ну, а сейчас давай до мальчику. Это что, усыпение? Это Зурбаран, еще один, да, вот, Успение Богоматери. Очень красивое, на самом деле, по цвету, потому что чувствуется просвет над сгущенными тучами в целом. Мурилья, который наблюдает за жизнью обычных людей, в основном детей, которые кушают фрукты, считают деньги, играют в свои игры. С ними собаки всегда, которые хотят им кусочек отобрать. Ну, смотри, кушают. Вот, хлебушек кушает. Кушают хлебушек, собак за ним смотрят, он мальчики на деньги играют, в кубики, и что-то прочее. Вот опять Мурилья, она, кушающая детей, изображает, а собака смотрит. Мурилья прекрасен в детальных, мне очень нравится, как мальчик вот засовывал за щеку дыню, ну, как у у нас было обычных детей. У него кусочек вон на щеке. Да, кусочек вон на щеке. Блок, ищут, да? Ищут, да. В общем, испанцы они вот такие. Блок, ищут, 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 ищут. Это малые голландцы, кстати. Ну, похоже тут у них, вон, по сюжету драки, пьянка, все летит, карты, вон, смотри. Никто до сих пор искусствоведы спорит, почему термин «малые голландцы» появляется, потому что есть несколько, соответственно, версий на этот счет. Первое, что «малые голландцы» из-за того, что картина всегда малого формата, ну, по сравнению с тем, что до этого создавалась в голландско-командской живописи. Кто-то говорит, потому что все имена малые по сравнению с Рембрандтом, потому что Рембрандт – звезда голландского искусства, остальные – малые. Но я склоняюсь, что все-таки это просто малые, потому что каменные сюжеты, всякие бытовые сценки, пьянки, домашние инвестиционные, домашние посиделки семейные. Ну, смотри, натюрморт, гранат, очищенный апельсин, лимон, но похоже. Но это еще не расцвет голландского натюрморта, скажем так. Но он темненький. Ну, они все темненькие. Гранат, они всегда темненькие, но это связано уже с технической точкой зрения.